Все понимают, что каждый следующий факториал больше предыдущего, правда? Замечаете? И вот я сейчас объясню, как работает наш жадный алгоритм, почему он действительно для любого числа срабатывает. Объясню очень просто. Когда есть последовательность факториалов, то вообще-то она стремится к бесконечности. То есть число n факториал будет рано или поздно больше того числа, которое нам интересно. Согласны? А что это значит? А это значит, что когда мы берем любое интересующее нас число, то оно обязательно заключено между двумя последовательными факториалами. Давайте это запишем. Вот у нас есть число x. Пусть оно не меньше, чем n факториал, и меньше, чем n плюс 1 факториал. Давайте я объясню, что это означает. Смотрите. Бывают числа, единица, потому что число 1, да? Оно больше или равно, чем 1 факториал, но меньше, чем 2 факториала. Отлично. Бывают следующие числа. Числа 2, 3, 4, 5. Это не меньше, чем 2 факториала, и меньше, чем 3 факториала. Дальше. 3 факториала берем. Это числа 6, 7, и так далее, 23. Они все меньше, чем 4 факториала. Следующая строчка будет числа от 24 до 119, и так далее, и так далее, и так далее. Понятно ли вам, что любое число, причем в единственном месте, хотя мы единственность уже доказали, поэтому можно просто сказать, любое число обязательно попадет в такой кусочек. Согласны? Замечательно. Вот я это написал. У нас есть целое число x, оно не меньше, ну, если оно 0, то и так все понятно, что надо взять, а первое равно 0, и все. А вот вообще оно где-то вот между факториалом и следующим. Заметьте, здесь строго меньше, а здесь больше не равно. А вот сейчас очень простая штука. Вот смотрите, давайте я на примере, на примере вот этих чисел. Я могу вот множество чисел, которые начинаются с n факториал и заканчиваются на n плюс 1 факториал минус 1, я могу разбить на такие кусочки. Вот давайте на этом примере. От 24 до 47. От 48 до 71. От 72 до 95. И, наконец, от 96 до 119. Согласны или нет? Идея какая? Я беру вот здесь вот первые кусочки, потом я беру 2 умножить на n факториал, следующий, потом у меня будет 3 умножить на n факториал, следующий кусочек, и так далее, и так далее, и так далее. Потом будет кусочек такой, n умножить на n факториал, и до самого последнего числа, до числа n плюс 1 факториал минус 1. И дальше я делаю следующее. Я смотрю, в какой кусочек попало число x. Если x попало сюда, то n факториал надо взять с коэффициентом 1. Если сюда, с коэффициентом 2, сюда с коэффициентом 3, сюда с коэффициентом n. Чтобы не говорить о кусочках, в математике есть такое понятие деления состатков. делим x на n факториал с остатком. Так, вот здесь очень важно. Знаете вы, что это такое или нет? Например, число 29 разделить с остатком на 5. Все понимают, что это 5 на 5 плюс 4. 4 остаток, 5 полный частный. Это понятно, да? Еще пример. Число 47, пожалуйста, разделите на 4. Какой будет частный и какой остаток? 11. 11, молодцы. Плюс 3. Плюс 3. Плюс 3, конечно. Так, ну и давайте 2020. 2020 разделить с остатком на 720. Мы сегодня это делали уже. 2 это неполное частное. И 580 остаток. Поняли, да? Да. Так вот, первый шаг жадного алгоритма, он в этом и состоит. Число x, вот оно здесь, да? Делим на n-факториал с остатком. Пишем, x это какое-то частное, не знаю, как тебе обозначить его, какой-нибудь буквы, да? Буква y умножить на n-факториал плюс какой-то остаток. Смотрите, каким свойством обладает остаток? Это очень важная вещь. Остаток всегда меньше того, на что делили. То есть, вот здесь вот мог быть остаток 4, там 3, 2, 1, 0, пожалуйста, а 5 уже нельзя, слишком много. То же самое, здесь остаток 3 максимально возможный. Здесь остаток максимально возможный был 719. Остаток всегда меньше. То есть, у нас, смотрите, r обязательно меньше, чем n-факториал. Хорошо. Теперь частное. В принципе, частное может быть каким угодно. Но у нас число x меньше, чем n-факториал. Согласны? А значит, когда x делишь на n-факториал, это будет меньше, чем n плюс 1. Так? Значит, меньше, чем n плюс 1. Число целое меньше, чем n плюс 1. Значит, оно самое большое сколько? n. n. Если число меньше, чем n плюс 1 и целое, значит, оно обязательно не больше, чем n. Ребята, так все же очевидно. Просто надо взять и объявить, что y – это как раз и есть интересующее нас количество раз. Тот самый коэффициент, который вот здесь написан, это и есть неполное и частное. И задача сведена к тому, что разложить число r. Но при этом число r у нас меньше, чем n-факториал. Это то, что надо. Потому что у нас было число меньше, чем n плюс 1 факториал. А получили число меньше, чем n-факториал. Вы, конечно, скажете, а вдруг не выполнено неравенство, r больше или равно, чем n-факториал. Может быть, не выполнено. Но тогда r будет даже меньше, чем n-факториал. И значит, еще лучше. Мы просто ставим в качестве очевидного коэффициента 0, пускаемся еще ниже.